Изменения в налогообложении, создание нового КП и незначительное перераспределение бюджета. Эти и другие вопросы оказались на повестке дня 59-й сессии Горсовета. Кроме того, местные парламентарии написали обращение к Верховной Раде с просьбой ускорить процесс децентрализации. Подробности сессионного дня в сюжете Софии Пшиперовской. 59-я очередная сессия Горсовета открыта. На повестке дня четыре десятка вопросов. Один из главных – ставка налога на землю. Согласно проекту решения, предполагалось освободить все городские КП от соответствующих выплат. Это решение депутаты не поддержали, вместо этого предоставили льготы учреждениям культуры. Это все зрелищные учреждения, это наши коммунальные театры, это учреждения культуры областного подчинения, которые финансируются из областного бюджета. Сюда попадают, например, театр Магара, попадает филармония, попадает цирк, театр кукол и так далее, и так далее. То есть теперь этим учреждениям, которым мы и так, по сути, давали нулевую ставку ежегодно, им не нужно будет ходить по комиссиям, доказывать свою правоту, готовить решения. В 2016 году ни одного вопроса по их налогообложению, по плате за землю не будет. Среди других вопросов создание нового коммунального предприятия – Запорожского энергетического агентства. Заместитель городского головы Дмитрий Сверкин отметил, КП необходимо для реализации муниципального энергоплана. По его словам, предприятие должно стать своеобразным оператором, который будет работать с инвесторами. На сегодняшний день реализация тех или иных проектов по реконструкции, строительству, использования интернативных источников и основной этой модернизации должен кем-то управляться и обслуживаться. Опыт работы других городов и в принципе требования самих финансовых институтов и в программных наших документах уже изложено. Стоит необходимость создания такой структуры, как энергетическое агентство. После обсуждения местные парламентарии переходят к голосованию. Проект поддержали 54 депутата. Решение принято. Кроме того, депутаты рассмотрели и ряд коммунальных вопросов, в их числе нюансы работы компании «Ремондис». По словам городского головы Александра Сина, предприятие не вывозит листву уже полгода и только на днях планирует закончить работы. Мэр отметил, в итоге «Ремондис» может потерять свою монополию, а в горсовете уже подумывают о расторжении контракта и передаче дела в суд. У нас есть компании, которые вывозят сметки из домовых территорий. Поэтому всем надо подумать про это. Я думаю, что большинство людей берут такой шлях, потому что у нас приватный бизнес, приватные предприятия, которые будут действовать эти услуги, они же работают на спрощенной системе оподаткования. То есть там нет ПДВ, там нет податка на прибыль, там нет податки на фонды. И в них уже на старте на 30% меньше цена при однаковых условиях. Не обошлось на сессии и без бюджетных корректировок. Более миллиона гривен депутаты направили в помощь бойцам АТО и семьям погибших воинов. Сумма одной выплаты около 3000 гривен. Кроме того, участники заседания подготовили обращение к Верховной Раде Украины. В письме подчеркнули, необходимо пересмотреть нынешние коммунальные тарифы и ускорить процесс децентрализации. Продолжение следует...